Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, политолог, политтехнолог и писатель Михаил Шетельман вместе с нами. Михаил, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, Вадим. Михаил, безусловно, самая главная сенсационная новость минувших выходных – это возвращение украинских защитников, командира полка АЗОВ из Турции в Украину. Это результат переговоров, которые состоялись между Раджепом, Таипом, Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что Турция нарушила договоренности, по которым украинские военные должны были находиться на территории Турции до конца войны. По еще одной версии, которая активно обсуждалась преимущественно в российских телеграм-каналах, Турция узнала, что Россия готовится окончательно отказаться от зерновой сделки. И Эрдоган решил, в свою очередь, показать зубы и продемонстрировать, что готов идти, если не на разрыв, то на серьезное снижение уровня отношений с Кремлем, если сделка не будет перезаключена. В чем мотив Эрдогана, на ваш взгляд, в чем он может заключаться? С одной стороны, он приглашает Путина в Турцию, ждет личной встречи с ним, а с другой, его драконит. Ну да, но он, видите ли, он приглашает Путина, он показывает, в каком качестве он приглашает Путина в Турцию. Он приглашает Путина в качестве человека, который уже не управляет полком Российской Федерации, который показал, что у него нет инструментов управления. Человека, который, ну, в розыске это само собой, но еще и только что пережил путь, причем пережил этот путь, не победив, не разгромив путь чистов, а как бы заключив с ними какую-то непонятную сделку, условия, которые до сих пор не ясны, пережив путь, который показал, что у Путина нет ни одного инструмента для защиты собственного кресла, что разбежались все его сторонники, разбежались милиция, армия, там, что там еще у них, Росгвардия и так далее, и Эрдоган, то есть все поняли, каков теперь Путин, что он слабый, что у него ничего нет, что нет государства, это поняли-то все. Но Эрдоган единственный, кто решился это прямо показать и выставить. Ну, вот смотрите, а что вы мне сделаете? Ну, сделайте что-нибудь, сделайте мне что-нибудь за то, что я нарушил договоренности. В прошлый раз, когда Эрдоган сбил самолет российский, который из Сирии залетел в Турцию, то вышел Путин, грозился Эрдогану, сказал, Турция одними помидорами не отделается и так далее, и так далее. А сейчас Путин проглотил, все промолчал, то есть Путин же промолчал, которого вот так вот кинул Эрдоган, поэтому было точно... Путин же промолчал, поэтому было доказано, что Путин больше никто, Эрдоган должен был это продемонстрировать и зафиксировать. Правильно ли мы понимаем, что визит Путина к Турцию уже не состоится? Ну, это я не могу сказать заранее, вот честно. Я вчера думал на эту тему. Наверное, не состоится, но всякое бывает, как говорится. Потому что Турция не является членом вот этого римского статута, с одной стороны, а вдруг Путин решится как-то под какие-то... Хотя какие гарантии, непонятно. Ну, то есть я сомневаюсь, с одной стороны, но с другой стороны может состояться. Почему? Я бы так не стал прям однозначно отменять. Что-то Путину надо как-то выкручиваться. Если он хочет усидеть в своем кресле, ему надо показать своему окружению и российской верхушке, что он способен передвигаться по миру. Потому что если все увидят, что все, что он с 17 марта больше не способен передвигаться по миру, а уже прошло сколько, да? Апрель, май, июнь, июль, да? Четыре месяца, как он ни разу не выезжал из России из-за того, что он объявлен в розыск и скрывается от правосудия, то такой президент, конечно, им не нужен, россиянам. Ну, в смысле российской верхушки. Ему надо поехать куда-то, где надежно. Вот он куда? Самое надежное место, куда можно поехать. Но если уж в Турцию нельзя, то я не знаю, куда можно. Но по поводу саммита БРИКС, который состоится в августе в Южноафриканской республике, президент ЮАР так тонко намекнул о том, что саммит будет в очном формате, то есть ни в дистанционном, ни в онлайн. Туда Путину точно нельзя, потому что ЮАР-то точно член Римского статута, и там к тому же демократическое государство. Кстати, с Турцией такая же проблема. Проблема, что демократическое государство, то есть есть разные ветви власти, разделение этих ветвей. То, что Эрдоган прикажет не арестовывать Путина, не будет означать, что какой-нибудь прокурор там местный скажет, не знаю, Анкары. Скажет, вы знаете, вот, ордер, арестуют, да? Это спокойно. Поэтому, ну, скорее, ему можно, если куда-то и ехать, только в тоталитарную абсолютно страну, где один человек все решения принимает. Ну, типа, там, в Китай. В Таджикистан нельзя, потому что Таджикистан член Римского статута. В Казахстан нельзя, хотя там один человек принимает, наверное, решение, но так они могут и принять соответствующее решение как раз-таки за все обиды прошлые. Поэтому не так много вариантов. Ну, да. Ну, вот в ЮАР ему точно нельзя, конечно. Там точно выдадутся. Короче говоря, Путин будет мотаться. Вылазит из бункера и там в Дагестан и назад. Все, больше некуда. Нет, он будет, нет, не так, не так. Ему сейчас очень надо. Он будет пытаться куда-то поехать за границу, чтобы показать, что он еще живой. Ну, не физически, а вот что он не политический труп, что у него еще есть какие-то планы, что он еще что-то собирается делать. Ему по-другому никак, у него по-другому очень плохо, иначе плохая будет у него политическая ситуация. У него, собственно, и одна из причин того, что его никто не стал защищать, потому что кто он такой, зачем он кому-то нужен. В продолжении темы. Институт изучения войны пишет о том, что освобождение украинских командиров остается чрезвычайно раздражающим фактором для российского провоенного сообщества, которое теперь критикует и Кремль, и Турцию в лице Реджепата и Эрдогана. Вот интересно, как российская пропаганда и пропагандисты в дальнейшем будут разбирать, анализировать вот эту ситуацию, достаточно, возможно, неожиданную для них. Ну, вообще говоря, почему, собственно, вот уже Песков сегодня сказал, кстати, новое заявление сделал, что, оказывается, они с пониманием относятся к решению Турции, знаете, вот, с пониманием, потому что на Турцию очень давили, оказывается. Да нет, вообще, какие пропагандисты? Ну, кому, россиянам? Да россиянам вообще, по-моему, вот те, кто, смотрите, как выяснилось, как показал Путч, те россияне, которые смотрят телевизор, они просто из дома никак не выходят, поэтому не важно, что они там думают, им что скажем, то и будет. А те, кто читают телеграм-каналы, те выходят на улицы поддерживать пригожных, поэтому им вообще вся эта пропаганда неинтересна, и никто в нее не верит. То есть, все-таки, как выяснилось, общество-то в России достаточно расколото, и пропутинских не так-то много. И они все такие, которые дома прикованы к постелям, скорее всего, вообще лежат. Вот, поэтому пропаганда, да не будет у нее проблем, ну расскажу, что не будет. Они не от такого отмазывали уже Путина. Им не привыкать. Михаил, Daily Mail сообщает о том, что Путин уволил Герасимова с поста командующего российскими войсками в Украине, его место занял командующий ВДВ Теплинский, при этом, по данным издания Герасимова, остается начальником Генштаба, но общая ответственность за войну теперь ложится на Теплинского. Я думаю, что вы также уже сбились со счета, сколько уже раз Путин увольнял, отстранял командующих российскими войсками на украинской территории. Да нет, я вчера как раз считал, что если это правда, то это пятый. Пятый. Потому что, да, первый был этот по-моему, Дворников, потом был Суровикин, потом Герасимов. Нет, подождите. После, сейчас. Кто же был-то после Суровикина? Патология. Герасимов правильно был, получается? Герасимов был. А сейчас, значит, Антос IV, получается, всего лишь вот этот Теплинский, да? Что-то я кого-то забыл, ведь, ну, не важно. Вот. Тут вопрос в другом. Если это кто-то сделал, то кто? Понимаете, в чем вопрос? Вот мы знали, что когда уволили Дворникова и назначили Суровикина, то это сделал Пригожин. Пригожин добился того, чтобы его другу Суровикина назначили командующим войсками в Украине. Потом, мы знаем, что Шейку добился того, чтобы уволили Суровикина и назначили Герасимова. Потому что, как бы, в рамках своей войны с Пригожиным он доказывал, что все-таки он будет командовать этой войной. Тоже понимаем. А сейчас-то кто? Пригожин, что ли, уволил? Или как? Ну, вот кто уволил Герасимова? Кто кого уволил, да? И уволил ли вообще? Ну, уволил ли вообще, мы не знаем. Давайте, если мы исходим из того, что эта информация правдива, мы точно не знаем, праведивая она или нет. Но если мы исходим из того, что это правдиво, если уволил, то возникает вопрос, действительно, а, собственно, кто уволил-то? Ну, в смысле, вот кто это сделал? Кто пролоббировал новую кандидатуру? Что Путин сам вдруг решил, ну-ка, уволю-ка я Герасимова, назначу этого. Шойгу не мог. Ну, потому что, что Шойгу скажет? Мой начальник генштаба не способен воевать в Украине? А нафига у тебя тогда такой начальник генштаба? Непонятно. То есть, Шойгу не мог, Пригожин вроде как не в фаворе, ну, формально, по крайней мере. Тогда непонятно, кто этим занимается. Суровикин вообще пропал? Непонятно, что с ним. Суровикин вообще пропал, да. Поэтому непонятно, кто занимается увольнениями и назначениями на такие должности сейчас. И тут на фоне вот этой появившейся публикации Daily Mail о том, что Герасимов якобы отстранен, стояло заседание, кстати, вот под руководством Герасимова, он заслушал определенные доклады, и во время этого заседания было заявлено о том, что 9 июля Украина пыталась нанести ракетный удар по знаменитому Крымскому Керченскому мосту. Ну, примечательно, что обвиняют Украину в том, что мы запустили ракеты вот эти С-200, хотя, ну, откровенно говоря, есть другие возможности, в том числе благодаря нашим международным партнерам и союзникам. А докладывал Герасимову об этом начальник главного штаба Авзалов, и уже заметили о том, что, ну, как бы, все доклады Герасимову ранее делал суровики. К тому же, было, были также обвинения о том, что мы хотели там и по аэродромам побахнуть, и по другим местами, так понимаю, скопления силы. Но сам факт того, что Российская Федерация публично призналась об атаке, попытке атаки на Крымский мост, на ваш взгляд, о чем может свидетельствовать? Мне эта история вообще сомнительная, честно скажу. Она вчера как-то так обрастала подробностями, медленно-медленно. Но первое сообщение было, что атака на город Керчь, и при этом закрыли Крымский мост, и что это крылатая ракета, как было сообщено. Крылатая ракета, было сообщение. Ну, хорошо, думаю, крылатая ракета. А что это может быть за крылатая ракета такая? Где у нас вообще, что у нас за крылатые ракеты такие знаменитые, по которым мы решили по Крымскому мосту бить? Ну, типа Storm Shadow. Но Storm Shadow они не умеют сбивать практически. То есть, вероятность того, что они ее собьют близко к нулю. Значит, думаю, ладно, они решили рассказать, что якобы мы каким-то оружием западным куда-то не туда стреляем. И тут они вдруг сообщают, что в Калужской области. А потом они сообщают, что в Ростовской области. И вот тут что-то мне, что именно ракеты. Понимаете, пока это были беспилотники, было понятно, что это украинское оружие. Мне кажется, что это они накануне саммита НАТО, который буквально завтра по воде начинается. Они решили сделать вид, что якобы мы стреляем по их российской территории западным какими-то вооружениями, которые нам предоставлены. Ну, такое у меня вчера создалось ощущение. Сегодня они еще больше наворотили, что это ракета С-200. Типа, откуда у нас С-200? Мы же все эти ракеты уже потратили. У нас же ПВО. Мы же как ПВО. Почему мы ракеты от ПВО тратим на земля-земля? То есть, совершенно никакой логики нет. Зачем мы это делаем? Поэтому какая-то очень странная история. Не знаю, узнаем ли мы ее подробности. Но мне кажется, что вот это тот самый случай, когда это действительно не мы. То есть, никогда это наш штаб и так будет отрицать, естественно, потому что по России мы как бы не признаем удары. Но мне кажется, в этот раз это действительно не мы. Потому что по Крымскому мосту бить такой ракетой зачем? Какой смысл просто ракету тратить? По этим целям там туда тоже вот такие ракеты зачем? Непонятно. Да еще, сначала скажешь, что Крылатая. Потом С-200. С-200 она баллистическая, насколько я понимаю. С-200 баллистическая. Хорошо. Баллистическую ракету отклонили РЭБом. Что? Баллистическую ракету отклонили РЭБом. Какие новости? Поэтому пока они сами путаются в показаниях. Потому что у них было сообщение про Крылатую, потом про Баллистическую, потом про РЭБ. Пусть они сами там разберутся между собой сначала. Я пока не верю, что это мы стреляли вообще куда-нибудь. Ну, дело в том, что вот вся эта история, ее хочется, знаете, классифицировать, назвал мутная муть. Ну, других слов как-то сложно подобрать. Я же говорю, трудно мне поверить, что это правда как бы. А тут еще и Медведев повышает определенный градус. Ну, наверное, там свой какой-то градус он и так повысил. Сказал, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами, вот тут уже речь идет исключительно о штормшеду Смоленской АЭС. Надо рассмотреть сценарий удара по трем АЭС в Украине и ядерным объектам в Восточной Европе. Вот что ни день, то какие-то новые ядерные угрозы звучат из уст Медведева. Ну, а цирк остается. Да, но это вот тоже, это получается, что мы вроде как ударили по каким-то еще ядерным объектам. Я говорю, что вся эта вчера, вся эта информативная, информационный шум вчерашний, включая Медведевское заявление, конечно, он весь явно направлен на встречу с саммитой НАТО и на попытку отговорить натовцев, там, не знаю, нам что-нибудь давать, какие-нибудь вооружения. Может, там, атакамсы, они боятся, что нам дадут или еще что-то. Ну, других вариантов я не вижу. Я не верю, что это мы какими-то ракетами стреляем по атомным станциям, по вот этому, по чему там еще, по Крымскому мосту С-200 мы стреляем совершенно бессмысленно. С-200 не попадет просто в Крымский мост, тупо, понимаете, просто она не попадет, что ты поделаешь. Не, ну, русские говорят о том, что они все позбивали, что ПВО у них... Нет, даже если бы она не сбила, в смысле С-200, она предназначена, насколько я знаю, сбивать же самолеты, правильно, она будет маленькими металлическими шариками. И что эти маленькие металлические шарики сделают с Крымским мостом? Поцарапают, в смысле, там будет царапина на перилах? Ну, что-то такое странное. То есть, это все сначала крылатые, а крылатых у нас нет, как мы понимаем, просто их просто нет у нас, кроме Storm Shadow. Поэтому совсем непонятно. Да еще потом по атомной станции. То есть, явно какая-то очередная мутная спецоперация информационная, которую россияне затели. Ну, и опять-таки, ну, явно накануне саммита НАТО по-другому я придумать не могу. Любопытно также то, что заместительница министра обороны Украины Анна Малер в сообщении по поводу 500 дней войны назвала успешной операцией украинской армии вооруженных сил Украины удар по мосту через Керченский пролив в октябре прошлого года. Написала следующее. 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику. Ну, и мы знаем все вот эти заявления отечественных военных экспертов, зарубежных, о том, что Крымский мост необходимо уничтожать. Видите, тогда, когда мы нанесли этот удар, реально, там, в августе, не помню, когда мы его нанесли, забыл, что-то... Ну, в октябре. А, правильно, конечно. На день рождения Путина же мы наносили, правильно. 8 октября, вот. 8 октября, 7 октября день рождения, а 8 октября... Да, и видите, тогда у нас еще не было, видимо, от кого-то из стран наших союзников разрешения бить по Крыму. Потом мы все эти разрешения получили, в том числе, публично от США, например, от Германии, что мы имеем право любые удары по Крыму наносить. И я думаю, что тогда поэтому мы молчали, потому что по-другому что молчать-то. Было понятно, что это мы, а кто еще, называется, взорвал Крымский мост. А помните, сколько было всяких недомолвок, что это ФСБ, там сами взорвали и так далее. Но... Сегодня ситуация изменилась. Сегодня мы получили явное, прямое разрешение на все подобного рода действия. Я думаю, поэтому, собственно, мы и сообщили об этом. Французские СМИ пишут о том, что Евгений Прибожин после неудачного бунта встречался с Путиным в Москве. И также на этой встрече присутствовал директор Росгвардии Золотов, глава российской разведки Нарышкин. Если поверить в достоверность этой информации, как вы думаете, вот о чем они сидели, говорили, что обсуждали, какие решения, возможно, приняли? Я думаю, что если это все правда, что, кстати, похоже на правду, потому что все какие-то встречи таинственные там, вот, что он выдвинул действительно кучу каких-то условий во время этих переговоров, что то неправильно, все неправильно, это неправильно. И он приехал и всех их учил жизни. Ну, Золотова учил жизни, как нужно Росгвардию направлять там в Бахмут или еще куда-нибудь. Всем объяснял, как воевать. Но он же такой мальчик, гиперактивный, поэтому ему это очень подходит. Я по-другому не знаю, зачем ему. Ну, не торговался же за то, чтобы ему там что-то, Золотов отдал своих Росгвардейцев в подчинение. Хотя мог и из-за этого. Он мог вообще там обсуждать, как воевать. Ну, типа, он же что говорил, неправильно воюем? Поэтому проигрываем. Давайте правильно воевать. А правильно воевать как? А сейчас я приеду и расскажу. Ну, приезжай. Вот Золотов. Значит так, твою Росгвардию одеваем во все зеленое, направляем в кусты и так далее. Но он же говорил когда-то, что ему нужно 200 тысяч человек в подчинение, тогда он возьмет всю Украину. Вот, я думаю, план свой представлял, как взять Украину 200 тысячами человек. Ну, а как вы думаете, Привожин пробовал учить жизни Путина на этой встрече? Ну, нет. Нет, он же как бы военный специалист. Путин, он же приехал как специалист по войне. Путин не специалист по войне. Путин президент. Поэтому идея в том, чтобы учить тех, кто воюет, а не Путина. Ему не надо вмешиваться. Он же никогда не вмешивался в политику. Он говорил, надо нам дружить с Украиной или не надо. Надо, чтобы Украина вступала в НАТО или не надо. Привожин на эту тему не высказывается. Он высказывается о войне. Поэтому он приехал как эксперт-профессионал. Но мы же знаем то, чего добивается Привожин, если брать во внимание его публичные заявления. Это отставка Герасимова, это отстранение Шойгу. Герасимова мы увидели. Председательствует на каком-то там заседании. Шойгу куда-то ездил, в туфлях осматривал какие-то танки. Все его высмеивали. То есть Путин пока не идет на кадровые перестановки. То есть вот эти публичные требования Привожина, они не удовлетворены. Да мы не знаем. Это все такая история. Мы не знаем. Это все достаточно абстрактная история, на мой взгляд. Откуда мы знаем, зачем ему этот Шойгу? Ну так реально. Ну представьте себе. Вот предположим. Хорошо. Восстал он, захватил Ростов, пошел на Москву. Ему говорят, ну хорошо. Шойгу мы расстреляли. Вот у нас теперь Теплинский или как там. Министр обороны. Что для этого? Что поменялось в жизни Привожина? Ему все это вообще не важно, по-моему. У него совершенно какие-то другие задачи. Вот эта вся Шойгу какой-то. Что? Ну вот реально его интересует Шойгу? А зачем? Какая разница, кто министр обороны в Российской Федерации? Ну какой-нибудь дружочек Путина будет другой. Лаврова назначена министром обороны. Что-то поменяется. Я не вижу. Медведев. Медведев министр обороны завтрашнего. Медведев, где боеприпасы? Да. А и что, он будет ходить, кричать Медведев, где боеприпасы? Ну нет. Я не думаю, что это требование вообще хоть как-то, хоть где-то всерьез обсуждалось. То есть это все такое. Это все разговоры. Он может быть недоволен, как воюет. Это понимаю. Но это не зависит от того, Шойгу министр обороны или не Шойгу министр обороны. Кстати, во время обысков в доме резиденции Пригожина нашли договор, в котором прописаны обязанности директора, то бишь Пригожина и также обязанности командира. Такой чисто пацанский документ. Но один из интересных пунктов в обязанности командира как раз пункт седьмой – не идти против ВВП. Ну, понятно, о ком идет речь. Но достаточно интересно. Этот документ был еще подписан 1 мая 2014 года. Ну, почти лет 10 назад. Видел, вообще не верю ни секунды, что это какая-то совсем филькина грамота, где-то нарисовали там на коленке вчера. Ну, потому что какое в 2014 году, кто, кому подписывает, что не идти против ВВП. Реально, документ. Да кто такое подпишет? А то есть, оказывается, были мысли идти против ВВП. То есть, раз я сейчас подписываю, значит, я такую мысль имел, в принципе, в своей голове. Куда? И в 2014 году эти люди воевали в Сирии. Правильно? И что они в Сирии должны были против ВВП идти. Вот. И в Ливии воевали еще. Больше нигде. Там против Каддафи не идти, против Асана. Ну, ладно. Это можно было бы понять. Но против ВВП какое вообще? О чем речь? Да нет, я посмотрел. Но это какая-то такая уж дешевка. Не знаю. Как план Шатун, помню, был. Да, обязанности директора. Обеспечить постоянной работой. Да. Какие себе обязы, знаете. Да нет. Ну, это все бумажки сейчас всплывают. Вот они сейчас будут любые тут бумажули доставать на свет божий, чтобы рассказывать о том, как они победили Пригожина. Так Пригожина победить так и не смогли. То вот сейчас они будут рассказки рассказывать о победе Пригожина. Не, ну, кстати, вспоминая вот эти обыски, которые произошли, вот я обратил внимание лично на якобы мундир Пригожина. И мне так показалось, что вот медалек там, всякие там, ордена, у него намного больше, чем у Шойгу. У Шойгу поменьше было. Потому что у Шойгу почти все медали и ордена, они из одной страны. А тут перечислялись все ордена и медали Пригожина. Тот список, который гулял по сети, он краткий список. В кратком списке перечислялись только российские ордена и медали. Но у него только из Центральной Африканской Республики 5 или 6 различного рода наград. А еще есть из Ливии, из Мали, из Судана. Поэтому, конечно, вот тут, ну, знаете, про Брежнева. Все помнят, что Брежнев был пятижды героем, да, четырежды героем Советского Союза и один раз героем социалистического труда. Но мало ли люди помнят, что он был еще дважды героем Болгарии, героем Вьетнама, героем ГДР, Польши и так далее. Вот поэтому награды у Пригожина из всяких братских республик, да. По мотивам заседания... Герои ГДР, Польши и Нахасов, в частности. Возвращаясь к теме вот этих ракет С-200 и по мотивам заседания по председательствам Герасимова, стало известно о том, что Герасимов поставил задачу выявить и уничтожить стартовые позиции украинских ракет С-200 и других ударных средств. А раньше не надо было? Это информационная история. Это вопрос-то, а раньше типа было не надо выявлять? Поставил задачу. То есть раньше не выявляли, ну типа ладно, пусть стоят, а сейчас ну-ка выявите и уничтожьте. То есть вот после того, как мы начали из них стрелять, теперь выявляйте и уничтожайте. Эти С-200, С-200, они уже стоят десятилетиями правильно на вооружении украинской армии. И сейчас вдруг решили, что хорошо бы... Кстати, это, знаете, противоречит высказываниям даже Пескова, который сказал, демилитаризация закончена, украинская армия воюет теперь только с западным оружием. С-200 это не западное оружие. Откуда у нас вообще С-200 взялись? Вот, поэтому как-то поздновато он поставил такую задачу на 17-й месяц войны выявить и уничтожить пусковые установки. 500 дней прошло, а тут они начали говорить об С-200. Да, что пора бы уничтожить их. Михаил, так как мы с вами общаемся накануне саммита НАТО, который завтра уже стартует 11 июля в Вильнюсе, очень много информации, каких-то слухов, сплетен, инсайдов. Как вы думаете, все же, какие решения могут быть приняты относительно Украины? Байдена мы уже послушали. Украина к вступлению в НАТО не готова. Это понятно. Не возьмут, конечно, но как, война, все уже сказали, все главные страны, от которых все зависит, сказали, сейчас война, во время войны не будет. Байден еще дополнительно сказал, что не готов, что нужны еще и реформы. То есть для Германии проблема в том, что война, сначала закончите и решите програничный конфликт, потом возьмем. Для США закончите войну и проведите реформы, потом возьмем. Турция возьмем, Британия возьмем, Франция пока молчит, но вроде как да. Но все равно это, во-первых, после войны. Во-вторых, что мы получим? Мы получим какой-то документ, более-менее многообещающий, в котором будет что-то написано, и фактически будет описано нынешнее положение дел. Вот сейчас же есть некое положение дел, сейчас. Сейчас нам Америка помогает вот этим, Европа вот этим, эти производят нам снаряды, а те оказывают гуманитарную помощь, а эти поддержат нас финансовую. Но по этому поводу никакого документа нет. А теперь представьте себе, что все это вот то же самое на бумаге, и написано, что теперь так будет всегда, пока есть на нас агрессия. Ну вот, вот такого рода мы что-то получим, и все, больше ничего не получим. Политико пишет о том, что в НАТО сейчас срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины прямо перед саммитом. По сути, это будет гарантией для Украины, что члены Альянса в течение очень долгого времени будут оснащать украинскую армию вооруженные силы, будут их финансировать, будут консультировать, обучать, для того, чтобы была способность сдерживания против любой будущей агрессии. Об этом говорит высокопоставный дипломат НАТО. Если делать определенную отсылку к словам Байдена, он же говорил об израильской модели гарантии безопасности. Что это за модель такая? Ну, ее не существует, на самом деле, такой модели. В Израиле, в США есть несколько соглашений. Они не были заключены как бы одним блоком. Каждый раз, когда Израиль, они заключались по мере того, как Израиль заключал мир со своими соседями, скажем так. То есть, Соединенные Штаты все время призывали Израиль заключить мир со соседями. И каждый раз поощряли это. Ну, началось все еще с Кеннеди, который подписал некий меморандум в гарантиях. Но тот меморандум я вчера прочитал, специально поднял его. Там я ничего содержательного не нашел, честно. Есть некая декларация. Ну, такое даже. Считайте Будапештский меморандум, да? Такого рода. Ни о чем. Да, да, да. Ну, никаких там обязательств нет. Дальше появляется история про Кэмп-Дэвидское соглашение, когда Израиль заключил мир с Египтом в Кэмп-Дэвиде. И США, как гаранты, пообещали каждой из сторон, что будут оказывать военную помощь. То есть, они выделяют некую сумму на закупку вооружений у США. И эта сумма была изначально 3 миллиарда долларов. Каждой из сторон сейчас это уже больше. Вот. Но тогда, в 2001 году, это были безумные деньги для Израиля 3 миллиарда долларов. То есть, это действительно очень сильно укрепляло оборону Израиля. То сегодня это маленькие деньги для Израиля с его ВВП там в полтриллиона долларов. Это, в общем, не так много. Поэтому та история только про вот эти вооружения. Дальше, после, по-моему, после одностороннего размежевания, когда Израиль вывел свои войска из сектора ГАЗа, то США заключила, принято, ну, Соединенные Штаты и НАТО объявили Израиль там первым союзником первой степени или что-то такое, соответственно, с каким-то статусом определенным для НАТО. Ну, что все это означает? Военное сотрудничество в области разработки вооружений да, продажу вооружений, ну, там, F-35, пожалуйста, покупайте, да? Нам же никто не продаст F-35, и даже у нас деньги будут. Вот. Но никакой, нет никаких гарантий, в смысле, американские войска не обязаны защищать территорию Израиля ни при каких обстоятельствах. И туда не пойдут ни при каких обстоятельствах. Ну, и давайте еще не забывать, что в Израиле есть ядерное оружие. Вот оно точно есть. И никто ничего с этим не делает, и никто сильно не возражает. Я думаю, что если бы у нас было ядерное оружие, нам бы тоже было полегче жить. И побольше было бы уверенности в том, что мы сохранимся как государство. Так же время от времени поднимается вопрос о том, а почему Соединенные Штаты Америки не хотят, не могут предоставить Украине статус стратегического партнера или союзника вне НАТО. Возможно, это было бы сейчас крайне актуально. Не, ну это вот то, что есть у Израиля. Почему? Это вот как раз то, о чем говорит Байден. Может быть, на это они и пойдут. Потому, ну, может быть, и пойдут. Байден же сказал, что по схеме Израиля. Так что как раз вполне это реалистичная история. Она не дает нам пятого пункта НАТО. Ну, потому что НАТО не хочет втягиваться в эту войну. Конечно, да. Нет, ну еще раз, во время войны, понятно, что никто не возьмет. Сначала мы должны привести в порядок наши границы, так сказать, решить, подписать какие-то соглашения о границе с соседями. По-другому нас не возьмут. Это точно. Ну, просто точно, да. По-другому не будет. Вот. Ну, а статус союзника нам могут дать вполне. Я не знаю, что он там честный. Вот я не знаю, что он дает, по большому счету. Но это дать могут. Михаил, а, кстати, как вам вот это достаточно, ну, я бы не сказал бы популярная, но обсуждаемая идея того, чтобы принимать Украину в НАТО по кусочкам, по частям? Вот там немецкие депутаты говорят о необходимости такого вот решения. Мол, а почему бы и нет? А вот эта идея, которая уже не поддержана, например, Шольца. Вот напрямую не поддержана. Шольц как раз на прошлой неделе и заявил, что нет. Сначала восстановление границ и договоры о признании границ с соседями. Это действительно такое условие существует, насколько я понимаю, потому что помню, как брали Латвию в НАТО, и она должна была для того, чтобы вступить в НАТО в 2004 году, предварительно подписать договор с Российской Федерацией о взаимном признании границ, хотя Латвия была не согласна с этой границей, потому что в промежутке там, по-моему, между Первой и Второй мировой войной как-то Советский Союз обжал один город у Латвии, город Пыталово, он же Абрана, вот. И Латвия была вынуждена подступиться этим городом, чтобы вступить в НАТО. То есть как? Он не был под контролем, в любом случае, там не жили латыши уже в этот момент, он не был под контролем Латвии, ну, то есть Латвия в теории имела на него некие претензии, но отказалась от этих претензий, чтобы вступить в НАТО. Поэтому об этом, собственно, нам и напомнил Шольц. Поэтому все эти истории, похоже, про принимать по частям, они их отменили. То есть они были, они были на повестке дня. Их обсуждали, безусловно. Но вот заметьте, их просто сняли, все их сняли абсолютно. Нет сейчас такого разговора. А по поводу предстоящего саммита НАТО, как думаете, Зеленский поедет? Ну, потому что он сказал, я туда не поеду ради развлечений. Поедет, конечно. Только не ради развлечений, а ради финальной декларации поедет. Ну, слушайте, нам даже вон президент Литвы пообещал хорошую, хорошую финальную вот эту вот декларацию. Хорошую. Я думаю, что Литва будет настаивать. Президент Литвы сказал, что если что, наложит там вето на эту декларацию. Чего-то они там добьются, какой-то декларации в наш адрес, она будет позитивной. Поэтому, я думаю, что поедет. Как вы думаете, насколько высока вероятность того, что на юбилейном предстоящем саммите НАТО, летом 2024 года, который, по, знаете, иронии судьбы, будет проходить в Вашингтоне, накануне выборов президента США, возможно, там будут принимать Украину в НАТО? Нет, принимать не будут, принимают не так. Там могут вот это приглашение и так далее. Принимают не так, конечно, не на саммите. Вот. Ну, для этого нам надо, чтобы случилось большое чудо пока. Потому что, мне кажется, что нашими... Ну, то есть, как, оно реалистичное чудо? В каком смысле? Я все время на него уповаю. Вот такое же, как Пригожин-2, должен случиться, только успешный для нас. Потому что, мне кажется, что военным путем, то есть, так как сейчас наступление на каждом квадратном метре, мы к следующему лету нашу всю территорию не освободим еще. Но, если произойдет такие, я думаю, что произойдет быстрее гораздо, некие перемены в Российской Федерации, тогда, может, и освободим. И тогда, да, тогда все это станет сразу реалистичным. А перемены в Российской Федерации могут произойти. Но мы видели, что у Путина нет ресурса для защиты собственного кресла, для защиты собственной власти. Поэтому я вполне верю, что он проиграет эту власть вот до конца этого года, я имею в виду. Зеленский, общаясь с журналистами CNN, сказал о том, что есть сигналы, что в России может быть очередной мятеж. Революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж. Но вот мы потираем руки и ожидаем такого развития событий. Да, конечно. Нет, то, что есть такие люди, мы это видели. Видели во время нынешнего путча. Что есть люди, которые поддержать. Мы их видели на улицах в Ростове. Мы видели, что, собственно, а кто вышел сопротивляться? А человек, который не вышел сопротивляться, он поддержал. Росгвардия поддержала мятеж? Ну да, она не вышла останавливать их. Менты поддержали? Поддержали. Министерство обороны. Шойгу поддержал мятеж? Он же не вывел свои войска что-то делать, правильно? Патрушев со своим Советом Безопасности поддержал мятеж. Да, он не созвал Совет Безопасности. Поэтому все признаки того, что такой мятеж имеет отличные шансы на победу, если поставить политические цели, просто похоже оказалось, что у Привожны не было политических целей. Цели были бизнесовые какие-то, а не политические. Корпоративные, скажем. Да, он их получил. А были бы политические, получил бы политические. Поэтому следующий мятеж, который возникнет с политическими целями, получит свои политические достижения. Поэтому я очень верю, что это так. Я тоже вижу все признаки приближающейся такой грозы. Но вы ранее говорили о том, что старший Патрушев был настолько близок уже к главному политическому креслу, что буквально оставалось несколько сантиметров до него. Но он его не взял. Он его не взял. Поэтому я на Патрушев как раз не рассчитываю. Я рассчитываю совершенно других людей. Конечно, на тех, кто сейчас не принимал участие, на тех, кто хочет изменений в России. Не обязательно хочет захватить власть, но хочет изменений в России. И сейчас, благодаря Пригорженскому мятежу, увидел, насколько это усуществимо и насколько небольшие ресурсы нужны для смены власти в России. Вот такие люди, которые раньше просто сидели, стояли в стороне и просто как бы облизывались и думали, как бы нам тут подступиться к этому слону, теперь увидели, как можно съесть этого слона. То есть это не те люди, о которых мы говорим как о представителях одной из башен Кремля? Нет, они все имели свои шансы. Они все не захотели. Каждый из них не захотел становиться первым номером. Каждый из них захотел оставаться на своем посту. То есть на них уже как бы просто нету никаких больших расчетов, мне кажется. Поэтому тут вся теперь надежда на совершенно другой слой. Верхушке по-прежнему верхушке, но не этой, не тех, кто в Кремле сидит. Короче говоря, даешь смуту в России. Да, обязательно. Ну что же, Михаил, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот разговор. Михаил Шительман, политолог, политтехнолог и писатель. Был сегодня вместе с нами на Политеке. И также спасибо всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя, до новых встреч. И, пожалуйста, подпишитесь на авторский канал Михаила. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok